Усатые, хвостатые, пушистые и пернатые. Нередко в обзор камер Уфанет попадают братья наши меньшие. Большинство из них лесные обитатели. Как они себя ведут под прицелом объективов и что делают, если сталкиваются с устройством видеонаблюдения? Смотрите в этом выпуске. В Уфе произошло массовое ДТП из-за кошки. Она осторожно вышла на проезжую часть. Перед ней остановился автомобиль. Однако ехавшие позади легковушки не успели затормозить. В результате три машины паровозиком столкнулись друг с другом. А вот собака из Терлитамака старается соблюдать правила дорожного движения. Она переходит дорогу только на зеленый свет. Четвероногий пешеход дожидается, когда загорится разрешающий сигнал, а затем идет на другую сторону улицы. В Оренбурге в обзор камер Уфанет попала подозрительная ворона. Она подобралась к устройству видеонаблюдения, установленному на крыше здания. Покрасовавшись перед объективом, птица упорхнула. Через мгновение камера изменила ракурс. По всей видимости, ворона с воздуха атаковала незнакомое устройство. В Уфу ранним утром забрели два лося. Лесных гостей, гуляющих прямо посреди проезжей части, увидел таксист. Мужчина решил проводить животных до ближайшего леса. Он медленно ехал за ними до тех пор, пока сахатые не ушли с дороги. На ситуацию с лосями обратил внимание мэр Уфы. Он поручил увезти их в безопасное место. Сахатые появились и в Нефтекамске. Там животные оказались неготовыми к жизни в каменных джунглях и поспешили уйти в естественную среду обитания. В Ишимбае в один из дворов заглянула лиса. Ее путешествие длилось не более 10 минут. Сперва рыжая прогулялась по детской площадке, а потом недолго петляла между припаркованными автомобилями. После этого гостья дошла до угла дома и пропала из поля зрения камер. Чем занимаются домашние животные, пока хозяев нет дома? Резвятся как могут. Серая белая кошка, убегая от собаки, залезла на свернутый ковер. Он стоял прислоненный к стене. Но чувство безопасности длилось недолго. Рулон начал падать, а вместе с ним и кошка. Она благополучно приземлилась на пол. Примечательно, что за всем происходящим наблюдал черный кот. В Оренбурге стая бездомных собак бродила по улицам города. Одна из них подбежала к перекрестку и провалилась в открытый колодец. Животные не бросили своего лохматого товарища. Они бегали рядом, пока прохожие не обратили на них внимания. Неравнодушные жители помогли собаке выбраться. В Салавате средь бела дня во двор прилетела сова. Она села на боковое зеркало одной из заведенных машин. Птица долгое время не улетала. Поэтому очевидцы решили поймать пернатую красавицу и занести в подъезд. Открытие смотришь? Ага, осторожно. Осторожно. Жильцы позвонили в службу спасения, чтобы передать им сову. Спасатели прибыли по адресу и хотели увезти птицу. Но вместо благодарности она цапнула за руку одного из сотрудников. Стой, стой, стой. Блин, она меня прокушивает на сквозь, на б***. В итоге спасатели не стали ловить птицу. Она куда-то упорхнула. Видимо, вспомнила дорогу домой. В Уфе к припаркованному автомобилю подошла стая из четырех собак. Либо им не понравился внешний вид машины, либо под капот пробралась кошка. Неизвестно. Но бродячие животные пустили в ход когти и зубы. Утром владелец иномарки обнаружил, что собаки повредили бампер, арки колес, крылья, фары и брызговики. В Сорочинске любознательная синица, исследуя крышу частного дома, наткнулась на камеру компании Уфанет. Птица, по всей видимости, не устояла перед соблазном рассмотреть находку поближе. Она подлетела к камере и несколько раз заглянула в объектив, после чего удалилась. В октябрьском местные жители заметили во дворе зайца. Там он был недолго. Городская романтика животного не заинтересовала, и он удалился в освояси. Уже следующей ночью, следом за ушастым гостем, в этот же двор заглянула лиса. Она прогулялась между автомобилями, внимательно принюхиваясь. Видимо, поняв, что зайца тут уже давно нет, рыжая развернулась и пошла обратно. Если вы стали свидетелями каких-либо событий, запомните время и место и напишите нам. Мы постараемся найти этот момент на видео и показать. Также присылайте свои видео с камер наблюдения. Это был Видеодозор, спонсор выпуска компании Уфанет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова